Удачи Удачи Сейчас буду прыгать в реку. А там ведь шнык! Там шнык! Ай-ай-ай! Бультык! Нужно собрать парочку вещей, которые мы упустили. Шнык на нас никак не отреагировал. Это хорошо. Это просто потрясающе. Кстати, насколько я помню, здесь в лесу мы убили не всех шершней. Я не досчиталась одного. Да, точно! Вот одного-то и не хватало как раз. Сейчас мы его добьем, а потом уже пойдем в сторону старого лагеря. Недолго музыка играла. И переплыть через реку нужно. Потому что там был разбит где-то лагерь. Видать, того, кто этот лагерь разбил, уже давно съели. Но сундучки-то там остались! А еще пара шершней и волк. Замечательно! Так, здесь еще справа еще один шнык. Лишь бы он не обратил на нас внимания. Эти шныги отлично плавают. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. И еще раз ладно. Вот он, этот самый лагерь. Хотя, наверное, волк его и разбил. А ты не скули. Съел? Человека-то! Сытый, а, волк? Здесь кто-то в стрельбе практиковался. Угу. Вот так. Жареное мясо не спортилось. Неизвестно, сколько оно здесь лежало. Ладно, раз тебя это не волнует, безымянный. Чудесно, еще отмычки в нашу коллекцию. Пошли дальше. Я просто подумала, что нельзя так жить. Не расчистить еще одну дорогу. Прежде чем идти в старый лагерь. Теперь и до ящерок дело дошло. Замечательно. Нет! Да блин! Там кто-то стрелял по моей ящерке. Мне вот это не нравится. С одной стороны, конечно, помощь. Но с другой стороны, вообще не помощь. Потому что мне за это опыт же не начислят, если кто-то другой убьет ящерку. А оно мне надо с кем-то опытом делиться, а? Волк, скажи, мне это надо? Кому-то надо. Симпатичные пейзажи. Правда, там, наверное, очень холодно. В конце концов, дождь. Или барьер нагревает воду, прежде чем она проскользнет под купол, а? Ой. Ящерка. Бак схватила. Давай, иди сюда, милая. Да что ты делать будешь? Там крутится ящерка, я не могу на нее не смотреть. Да давай, что ли? Еще одна. Ну как одна? Здесь так-то две, но... Хватит, ящерка, не делай так. Мне тут другую надо убивать, я не могу. Я не могу так. Блин, она ползет в ту сторону, в ту сторону ползла. Да хватит. Я тебе серьезно говорю, не веди себя так. Это неприлично. Все. Она тебя так больше вести не будет. И у нас достигнут новый уровень. Муравейни, замечательно, просто прекрасно. Нет, ну а я что против? Эх, и замечательное пополнение у нас в кармане, однако. Когда ж нам новый доспех-то уже дадут? И оставшиеся места здесь зачищу от врагов. Просто в этих штанах рудокопа практически ни с кем невозможно бороться. А если толпа волков нападет? Нет, нет, нет. Это не дело, это вообще не дело. Блин, только не две ящерки. Одной, одной мне за глаза хватит. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Компания. Да блин, хватит. О, нет. Еще одна ползет. Нет. Бежит. Она бежит. А-а-а. Помогите. Да не ты. Кто-нибудь другой. Ай-яй-яй-яй-яй. Да что ж такое. Сегодня неохота, а не понять что. А-а-а. У-у-у. Все. Дело сделано. У-у-у. А что, довольно неплохо. У меня столько уже этого лекарства, что я могу есть не останавливаясь. Хорошо, когда ящерок поблизости нет. Нет, с таким доспехом это... Сложно. Не очень, конечно, сложно. Но когда они толпой налетают, это уже проблема. Да уйди ты, что ли. Вот так. Шершень тут просто очень лишний был. Я не хотела, чтобы он прилетел. Но шершни, понимаете ли, с падальщиками не дружат. Враги они. Знаете ли. Насекомые. Вот это насекомые. Ну. Еще не хватало, чтобы такое ужалило. Не, 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 не. Ни в коем случае, не. Опять адские грибы. Да они восстанавливают здоровье-то всего на шесть пунктов. Зачем они мне нужны? Ладно, потом как-нибудь съем все. Потом как-нибудь. Надо больше экономить. Как говорилось в Ведьмаке неоднократно. РПГ они такие. Да где рабский хлеб? Почему адский гриб-то? Рабский хлеб очень редко... Редко растет, в общем. Поэтому он и стоит дороже. И пунктов здоровья восстанавливает больше. Да все... Все, наверное. Нет? А-а-а. Точно. Эти же еще живые. А мне показалось, я их уже убил. Я уж сбилась со счета. Где что зачистила. Потом еще раз пробегусь. Надо будет убедиться, что я все собрала. Единственное, куда я не буду ходить сейчас, это на земле орков. Еще чего не хватало. Для полного счастья. Как тут много всего полезного, кроме дубины, конечно. Но ее можно продать, так что тоже полезное. Ну все, пошли в старый лагерь, наверное. Больше он не сунет сюда свой нос. Было бы лучше, если бы ты убил его. Ты еще привередничать будешь, Торус. Эх, нормально, я за него всю работу сделала, а он еще и возмущается чего-то там. Вредный ты мужик, вредный. Диего не такой. Сейчас, что я планирую сделать? Сейчас я планирую сходить с одним из идолов братства до болотного лагеря. Фактически той же самой дорогой, которую мы только что зачищали. Просто я ее зачистила, чтобы опыта мне начислили, а не какому-то там идолу. Здорово. Да пребудет с тобой спящий незнакомец. Я здесь, чтобы наставить тебя на путь истинный. И каков этот истинный путь? Путь спящего. Лишь в его силе освободить нас. Гуру хотят призвать спящего. И поэтому сейчас в нашем лагере готовится великая церемония. До сих пор он говорил с нами только в видениях. Но пришло время увидеть его воочию. Чтобы достичь этого, нам надо объединить всю нашу духовную силу. Для этого нам понадобится много последователей. Наш лагерь недалеко отсюда, на болоте. Хочешь, я могу проводить тебя туда? А пошли. А какая мне польза от того, что я присоединись к вам? Возможно, ты станешь одним из избранных, кто получит от спящего магический дар. Или ты сможешь достичь больших высот и стать стражем. Только лучшие из нас могут добиться этого. Если будет на то воля спящего, ты можешь даже совместить оба этих занятия. Видишь, наше братство многое может предложить тебе. Серьезно подумай об этом, прежде чем решить присоединиться к какому-нибудь другому лагерю. Ты знаешь, кто такой спящий? Спящий говорит с нами во снах и видениях. Вот уже пять лет он ведет нас за собой, с тех пор, как Юберион впервые услышал его. Все члены братства отвергают трех богов и молятся о спасении лишь спящему. Спасении? От чего? От этого проклятого места, конечно. Спящий укажет нам путь к свободе. И что сказал спящий? Он привел нас к развалинам старого храма на болоте. Именно там мы построили свой лагерь. Он даровал нам свободу действий. Никто из нас не горбит спину на шахтах. Он открыл нам силу болотника. Мы продаем его другим лагерям и взамен получаем все, что нам надо. А избранных он одарил магическим даром. Его магия более могущественная и древняя, чем та, что используется остальными. Расскажи мне о магии спящего. Этот дар позволяет человеку управлять силой своего разума. Только гуру посвящены в таинство магии спящего. Проводи меня в свой лагерь. Я хочу посмотреть на него. Очень хорошо. Я пойду впереди. Иди за мной. А пошли. А че нет? Опыт никогда лишним не бывает. Хотя я уже и сама, по идее, доходила до лагеря братства. А в этой истории что-то есть. Вот именно, в этой истории что-то есть. Отличная история. Сейчас уже возникает ощущение, кто кого ведет куда. Я практически впереди бегу. Уже прекрасно знаем дорогу туда. В конце концов. Но ради опыта не жалко и туда сбегать. Только вот ночь. Там ночевать негде. А вот это уже, конечно, проблема. Придется обратно вернуться сейчас в старый лагерь и переночевать. Ну, опыт получу и спать. Нет, нет, нет. Не конкретно я спать. Она ж безымянный. Витя. А что ему идет это имя? Мне прям нравится. Итак. Теперь уже я веду идола Парвиза. Ты даже не пытайся меня защищать ни от кого. Я сама. От кого хочешь себя защищу. Оба нашечки. Это что ж такое за сокровище тут у нас? Трубка. Как это я не заметила, когда охотилась здесь на ящериц. Вот полезно иногда дать круг. Все-таки как интересно двигаются их ноги, когда они бегают. Прям так в раскоряку. Это же, наверное, очень неудобно так бегать. Засмотрелась. Просто я не пойму, как можно так двигаться. Это очень сложно же. Особенно это заметно, когда на персонажа нет доспеха. И ноги практически голые. И сразу видно, как они в разные стороны как будто танцуют. О чем я думаю? А вот мы и почти уже пришли. Чудесно. Вот, мы на месте. Дальше по дороге вниз находится лагерь братства. Заходи и поговори с моими братьями. Уверен, что придя сюда, ты не потратил время зря. Спроси Коргалома. Он занимается учениками и их наставниками. А я возвращаюсь в лагерь. Там еще многим нужно помочь на эти путь истины. Удачи! Пробудись! Ни в коем разе не потратила время зря. Пошли спать! Вернулась утром. А это вы куда это вы идете? Привет! Куда вы идете? Мы несем Коргалому. Слюну ползунов, убитых нашими братьями в старой шахте. Раз в день мы приходим к ним и забираем их добычу. О какой слюне ты говоришь? Ее производят особые железы в пасте ползунов. Но чтобы ее добыть, нужно знать несколько особых приемов. Ты можешь рассказать мне, как добывать слюну? Конечно. Убив ползуна, ухватись покрепче за клыки и дергай их на себя. Так ты вырвешь челюсти вместе с железами, которые при этом останутся целыми. А зачем Коргалому нужна эта слюна? Насколько я знаю, он готовит из нее зелья, повышающие магическую силу наших послушников. Мы ведь готовимся к великой церемонии. И к тому времени у нас должно быть столько зелья, чтобы его хватило на всех. С его помощью Коргалом сможет подготовить всех послушников к этому великому дню. У вас уже достаточно зелья для великой церемонии? Нет. Нам нужно еще очень много слюны. Нашим стражам приходится охотиться на ползунов в старой шахте и днем, и ночью. Ясно. Окейушки. Пошли теперь уже в сам болотный лагерь. Наверное, здесь такой аромат стоит. И как они здесь живут, непонятно. Ну да ладно. Рад видеть тебя, незнакомец. Ты ступил на святую землю, братство спящего. Какими судьбами ты здесь? Мне сказали, что вам нужны люди. Я хочу присоединиться к вам. Тогда я рад видеть тебя. Наше братство открыто для всех, кто душою стремится к спящему. Если твое стремление серьезно, то иди к идолу-намибу. Он во дворе, за воротами. Может, он и уделит тебе внимание. Но ты не сможешь с ним поговорить, пока он сам этого не захочет. Мне нужен какой-нибудь доспех. Доспехи стража нужно еще заслужить. А пока могу одолжить тебе набедренную повязку послушника. Все же лучше, чем ничего. Только не подумай, что это бесплатно. Не, не надо. Как идут дела? Тишина. Заходи. Ну, пошли. Как здесь живется стражем братства? Мне поручено важное задание. Сам Просветленный и его ученики рассчитывают на меня. Моя прежняя жизнь осталась в прошлом. Я стал одним из горна. Стражем спящего. Мне аж страшно тебя слушать. Идол-Намиб. Привет. Я здесь новенький. Да прибудет с тобой спящий. С тобой все нормально, приятель. Блин, как дала бы по башке за такое. Ты захотел поговорить с гуру? Этого нельзя делать. Это святотатство. Когда учитель захочет, он сам обратится к тебе. Кто ты? Я Лестер. Я забочусь о тех, кто приходит в этот лагерь. Но мне нужно с ним поговорить. Не стоит. Я уверен, что сам смогу помочь тебе решить твои проблемы. Расскажи мне что-нибудь о лагере. Что ты хочешь знать? Что ты знаешь о болотнике? Ну, болотник мы собираем на болотах. Это всем известно. После сбора он подвергается правильной обработке, чтобы его можно было курить. Эту работу выполняют послушники. Болотник помогает расслабиться и успокаивает. Дает возможность сосредоточиться на главном и раскрывает сознание. Мы меняем его на товары из других лагерей и используем для привлечения новых людей в братство. Конечно, некоторые присоединяются к нам только из-за него. Но они хотя бы соглашаются выполнять некоторые работы в лагере. Кто такой Спящий? Спящий наш Бог. Он посылает нам видение. Но не каждый достоин такой чести. Лишь Гуру получает от него этот дар. Мы молимся ему, потому что знаем, что он сможет освободить нас. И ты в это веришь? Эй, я провел здесь уже два года. Ты знаешь, что это такое? Прожить два года в этой тюрьме. Ты даже представить не можешь, чему я готов поверить. Лишь бы уйти из этого места. Расскажи мне о гильдиях. Гуру входят в Верховную Гильдию. Они представляют дух нашего лагеря. И их сила велика. Следом идут стражи, которые используют свою духовную силу в бою. Их воля несокрушима. Лучше не вставать у них на пути. Сам я послушник. Мы возносим молитвы спящему и выполняем всю работу в лагере. Некоторые из послушников могут стать гуру. Но для этого они должны многому научиться. Я хочу присоединиться к братству. Только Коргалом может решать, готов ли ты вступить в наше братство. Но он полагается и на мнение других гуру. Он ценит мнение идола Намиба. Сначала ты должен доказать свою преданность. После этого один из гуру направит тебя к Коргалому. Как же это сделать, если никто из них не хочет со мной разговаривать? Быть может, ты не будешь этого замечать. Но за тобой всегда будут наблюдать гуру. Когда они решат, что ты достоин быть принятым, они скажут тебе об этом. Я думаю, тебе очень скоро предоставится возможность доказать свою преданность нашему лагерю. Как мне ориентироваться в этом лагере? Я могу тебе показать наш лагерь. Нет, спасибо, позже. Да хранит тебя спящий. Ага, спасибо. Лестер нормальный парень. А вот идол Намиб, вообще-то говорят, с идолами нельзя разговаривать. Это святотатство. А лопатой по башке им дать, это тоже святотатство будет. Ну чего они такие вредные-то, а? Как дела? Хорошо. Мне не на что жаловаться. А ты здесь новенький? Да, совсем недавно прибыл. Ты можешь рассказать мне об этом лагере? Таких мест, как это, ты во всей колонии не найдешь. В нашем лагере ты сможешь ежедневно получать еду и болотник. Даже если ты равнодушен к учению спящего. Просто поговори с Фортуной. Где я могу найти его? В доме под лабораторией Коргалома. Рядом с нашим храмом. Кто здесь всем командует? Власть здесь принадлежит Гуру. Но если ты не будешь нарушать наших законов, они тебя не тронут. Как мне присоединиться к этому лагерю? Это очень просто. Поговори с кем-нибудь из младших, Гуру. Они тебе помогут. Тебе у нас понравится. Поверь мне. Где я могу найти Коргалома? На втором уровне расположена лаборатория. Он работает там днем и ночью. Ясно. Как идут дела? У меня мало времени. Надо завершить срочные дела. Что еще мне надо знать об этом месте? Это место веры, брат. Все, что у нас есть, мы готовы разделить с каждым, кто верит в учение спящего. Поговори с одним из Гуру. Обогати свою душу. Случайно. Кто здесь предводительствует? Наши наставники Юберен, Коргалом и Корангар. Они даруют нам связь со спящим. Во время церемонии они общаются с ним. Я хочу присоединиться к вам. Ты решил служить спящему? У тебя большие шансы на удачу. И не теряй веры в успех. Поговори с Коргаломом. Он решит, чем тебе лучше заниматься. Где я могу найти Юбериона? Просвещенный живет в уединении у подножья холма. Он выходит к людям лишь по особым случаям. Где я могу найти Корангара? Тренировочная площадка для стражей находится на втором уровне. Обычно он проводит там весь день. Вы меня тут все напрягаете. Я из-за вас много думать начала. Как жизнь? Моя жизнь очень сильно изменилась с тех пор, как я посвятил себя служению спящему. Звучит многозначительно. Ты один из неверных. Тебе этого не понять. А можно зайти и посмотреть храм спящего? Это невозможно. Неверным дорога в храм закрыта. Ты сможешь войти туда только в том случае, если изберешь служение спящему. Кто здесь всем управляет? Наши гуру избранные спящим. Спящий указывает нам путь дальнейшей жизни, а гуру передают нам его слова. Я хочу быть стражем, как ты. Знаешь ли ты, что мне пришлось пережить, чтобы спящий избрал меня одним из своих стражей? Тебе этого пока не понять. Не думай, что тебя просто так, без доказательства твоей преданности, могут назначить на это почетное место. Сначала ты должен будешь познакомиться с учением спящего. На это уйдет некоторое время. Это избавит тебя от глупостей, которые вертятся в твоей голове. Как хорошо, что ты закончил говорить. Ты меня вообще напрягаешь. Ага, с тобой еще можно поговорить. Привет. Я попал сюда недавно. Да пребудет с тобой спящий, брат. Что ты можешь рассказать мне об этом месте? Но в нашем братстве все дела ведут гуру. Они несут в мир учения спящего и рассказывают послушникам о видениях нашего учителя. Конечно, сам учитель слишком занят, чтобы говорить с каждым послушником лично. Но иногда он выходит к нам на площадь перед храмом и раскрывает нам волю спящего. Блин, свернулось не в самый подходящий момент. Расскажи мне о священных словах великого спящего. Он сам указывает нам, что делать, чтобы обрести свободу. Юберион говорит, что спящий может открыться и нам, когда мы будем к этому готовы. Скоро он проведет великую церемонию, дабы спящий явился нам. В ней примут участие наши гуру и лучшие послушники. Гуру Коргалом помогает ему. Он алхимик и занимается приготовлением снадобья, с помощью которого мы войдем в транс. Только в этом состоянии или во сне мы сможем понять волю спящего. Бред. Ладно, пошли дальше. И здесь все такие, вот что странно. О, вот с ним вот нам надо поговорить. Только вот он сейчас мешает тут что-то. Так, вроде встал, вроде встал. Ну-ка, стой, я поговорить хочу. Привет, как дела? Устал я, парень. Прямо с ног валюсь. Работаю уже два дня и не минуты отдыха. Харлок давным-давно должен был заступить на смену. С этим парнем всегда так. Небось дрыхнет сейчас у себя дома. А почему ты сам не можешь сходить к нему и привезти сюда? Я не могу уйти, тут работа прежде всего. Может, ты сходишь вместо меня? Он живет под лабораторией Коргалома у Фортуна. Скажи ему, чтобы он немедленно тащил свою задницу сюда. Хорошо. Отправим его задницу на работу. А почему нет? Почему, собственно, и нет? Только не уверена, что он прям сразу полетит сюда работать. Некоторых только из-под пинка можно застоять что-то сделать. Спешка не доверяется до брата. Прекрасно. Просто прекрасно, брат. Еще один. Кто еще может рассказать мне об этом месте? Найди Фортуна одного из братьев. Он раздает болотник всем приверженцам нашей веры. Его дом ты найдешь под лабораторией Коргалома. Кто здесь главный? Юбериум. Да пребудет с ним спящий. Он указал нам это священное место. Его видения помогли нам создать наше братство. Как я могу присоединиться к этому лагеру? Очень просто. Пройдись по лагерю, брат. Поговори с гуру, они смогут многое поведать тебе. Как я буду с ними разговаривать, если они не хотят со мной говорить? Их эго прыгнуло выше небес. Вы посмотрите, как кто у нас тут. Привет. Ты не похож на послушника. Ты из этого лагеря? Да. Неделя прошла с тех пор, как я покинул старый лагерь. Я предлагал моему другу Дасти пойти со мной. Он засомневался и сказал, что подождет еще немного. Я знаю, Дасти. Разговаривал с ним совсем недавно. Если ты увидишь его, передай, что он зря остался там. Здесь же гораздо лучше, чем в старом лагере, где стражники издеваются над бедными рудокопами. Надеюсь, ему тоже здесь понравится. Ну, если увижу, передам, конечно. Конечно, передам, нет проблем. Чем ты занимаешься? Я наставляю послушников и несу им учения спящего. Я и сам еще послушник, но скоро я стану идолом, одним из гуру. Я даже говорил с Юберианом. Он избранный. Он сказал мне, что если я буду усерден в постижении нашего учения, я и сам смогу стать учителем. Но знаешь, мне спешить некуда. Учителем я могу стать в любой момент. Мне нравится то, чем я занимаюсь сейчас. Поэтому я не тороплюсь. Что ты здесь делаешь? С некоторыми другими послушниками мы испытываем зелье, приготовленное корголомом. Раз в несколько дней его помощник приносит нам новые зелья, а мы их проверяем. Трава, растущая на болотах, освобождает твой дух. Если правильно ее рассчитать, она поможет услышать слова спящего. Ты уже говорил со спящим? Нет, еще ни разу не слышал. Зелья постоянно оказывается недостаточно. После каждого испытания корголом спрашивает меня о том, каков был результат. Но мне кажется, что мое мнение его совсем не интересует. Если зелье обладает нужными свойствами, он отдает его гуру. Но скоро я сам стану гуру, и тогда я смогу полностью освободить сознание и услышать слова спящего. Я хочу присоединиться к этому лагерю. Ты можешь мне помочь? Ты хочешь стать одним из нас? Хорошо. Подожди. Да, думаю, я смогу тебе помочь. Хотя я и не гуру, но все же мои слова имеют некоторый вес в братстве. Окажи мне одну небольшую услугу. Ты уже говорил с Фортуной? Пока нет. Тогда пойди к нему и возьми свою дневную дозу. Если отдашь ее мне, я посмотрю, чем тебе можно помочь. Я подумаю. Болотника у нас подходящего пока нет. Это нужен болотник под названием Северный Темный. Как только получим его, сразу вернемся к Йору и поговорим с ним еще раз. Так, что... Что здесь еще мы не осмотрели? Здесь еще один идол, с которым мы пока не можем поговорить. Ну ладно, проехали. Здесь всего, по-моему, два вида стражей, которые говорят разные вещи. Нет, стоп, это мы слышали уже. Кто-нибудь скажет мне что-нибудь новое, а? Да ну тебя! Ничего не хочет нового говорить. Итак... А вот этот гуру... Ты не похож на тех, кто служит баронам. Ты больше похож на того, кто ищет что-то. Я думаю, ты ищешь истинную веру. Разве ты не чувствуешь в себе огромное желание познать смысл твоего бытия? Я вижу в тебе сомнение, посеянное словами прислужников-баронов. Они выдают их за истинную монету, но ты-то чувствуешь, что все это ложь. Они лгут, чтобы получить власть над теми, кто слаб духом. Но они не смогут одолеть твой дух своей ложью. Ты же чувствуешь это стремление к свободе. Чувствуешь, как крепнет оно в тебе. Оно направляет твой дух, не мешай ему. Ты знаешь, что произойдет, если ты попытаешься его подавить. Ты будешь лгать самому себе. Перестань жить в тени собственных страхов. Отбрось сомнения. Ты должен меня понять. Близится время пробуждения спящего, и он освободит нас, а неверных жестоко покарает. Будут они смыты с лица земли гневом его, и души их будут истреблены. Не помогут им тогда ни раскаяния, ни горькие мольбы о прощении. Будет слишком поздно. За свои сомнения они заплатят ему жизнью. Бог заливает. Эй, ты заговорил со мной. Значит, теперь я смогу обращаться к тебе. Я вижу, ты уже ознакомился с нашими правилами. Это похвально. В тебе сокрыта великая духовная сила. Я чувствую это. Возможно, ты очень скоро будешь принят в наше братство. Я заговорил с тобой, дабы дать тебе шанс доказать нам свою преданность. Как я смогу доказать свою преданность? Наше братство нуждается в новых последователях, принявших учение спящего. Если ты убедишь одного из неверных присоединиться к нам, ты покажешь, что твои намерения стать нашим братом в истинной вере достаточно серьезны. А где я смогу найти такого человека? В старом лагере ты сможешь найти тех, кто согласится принять нашу веру. Те, кто там живет, устали от лжи и страха. Они не откажутся от дружеской поддержки. В новом лагере люди не смогут воспринять наше духовное учение. Я думаю, там ты не сможешь никого убедить. Зачем братству новые люди? В одном из видений спящий передал нашему учителю послание. Чтобы он пробудился и указал нам истинный путь, ему нужна наша помощь, наша духовная сила. Поэтому мы готовим великую церемонию, во время которой мы объединим наши мысли. Для этого нам потребуется очень много людей. Если ты желаешь узнать больше, иди на площадь перед храмом. Только не нарушай покой нашего учителя. Ну да, ну да, ну да. Моя жизнь... Это все то же самое говорит. Но где-то же еще должны быть стражи, которые скажут хоть что-нибудь по-другому. Кстати, здесь еще также имеется кузница. Давайте посмотрим, что здесь есть. Это что? Это только сейчас заметила. Это фонари из руды? Неплохо они устроились. Да ничего нового! Да что ж такое! Все то же самое. Привет! Я здесь недавно, и хотел бы ознакомиться с лагерью. Ты пришел не совсем туда, куда нужно. Стражи готовятся к битве, и у нас ни на что нет времени. Я не могу выслушивать твои вопросы. Не мешай мне, если не хочешь купить у меня что-нибудь. Покажи мне свои товары. С этого надо было начинать. Вот все, что я продаю. Мне только руда интересна. Наверное, продадим ему еще и болотник? Зачем он нам нужен? Я имею в виду вот этот зов мечты. Дешевая штука. Наверное, слабенькая. Северный темный, по-моему, дороже. Если я правильно помню. Или наоборот. Ладно. Так, а с тобой мы, по-моему, уже говорили. Не помню. То ли Северный темный, то ли зов мечты слабее. Так, а вот и... А кто это у нас тут работу-то прогуливает? Кальянчик покуривает, а? Меня прислал горем. Что? Я должен напомнить тебе, что пора работать. Ой, какой ты добрый. Напомни мне об этом, когда я высплюсь. Ладно? Быстро иди к прессу и начинай работать. Иначе тебе будет худо. Только попробуй подойти ко мне еще раз, щенок. Это кто у нас тут щенок, а? Куда пошел? Полная победа, да? Да! Вот так! Е-е-е! А кто это у нас сейчас пойдет работать-то? Пока он поднимется, я еще тоже курнуть успею. Это я так морально унижаю просто. Поднимайся, я уже и покурить успела. Слабак. Дай пройти. Пошел ты! Ты снова ищешь неприятностей? Ну что, ты уже готов сменить своего друга? Сколько можно приставать ко мне? Не суй свой нос в чужие дела. Просто хотел посмотреть, как ты работаешь. Ладно уж, иду. Я уже иду. А челюсть-то дрожит. Да оставь же меня в покое. Я иду, не видишь? Ха-ха-ха! Да ты ползешь, чувак! Иди-ка сюда. Я ни одного новичка не отпускаю без подарка. Что это за подарок? Вот, возьми этот болотник. Это северный темный. Отличная вещь. Каждый день я буду давать тебе немного болотника. Но если тебе нужно больше, чем три сигареты, ты должен будешь заплатить. Если найдешь какие-нибудь травы или ягоды, заходи ко мне. Я с удовольствием куплю их у тебя. Я хочу взять дневную порцию болотника. Свою дневную порцию ты уже получил. Если тебе нужно больше, приходи утром или купи сейчас. Ага. Давай меняться. Что ты от меня хочешь? Быть может, что-нибудь купить? Конечно, что-нибудь купить. У тебя вон сколько руды, только у меня на обмен ничего нет. Разве что этот топорик. Ладно, тоже деньги. Как говорят, копейка рубль бережет, да? А вот сейчас мы выходим на площадь перед храмом. О нет, только не этот идол. Он ни за что не станет с нами разговаривать, но у нас есть кое-что для него. Вот, учитель. Скромный подарок от верного ученика. Раньше все было намного лучше. Не только сейчас. Ха-ха-ха, накрыло. О, все. О, все, улетел. Эй, мужик! Мужик, очнись! Эй, окей, мужик! Мужик, походу, ему хорошо. Походу, ему хорошо. Мужик, прос... Люди, помогите! Тут мужика накрыло! Хе-хе-хе-хе! Из-за травы, которую я принесла. Ну-ка, просыпайся, идолтион. Мне же с тобой поговор... Эй, все. Даду его. Что это было? В смысле? А, он уже проснулся. Давайте поговорим с ним. Во имя спящего. У меня было видение. Невероятно. Я видел, как к нам присоединился новый брат. Он не был похож на тех, кто приходил к нам до этого. Он что-то делал с нами. В руке его был меч, и он спускался по широкой лестнице. После этого я больше ничего не увидел. И еще он был похож на тебя. Кто ты? Что тебе здесь нужно? Я всего лишь скромный слугоспящий. Иди к Коргалому. Он знает, что делать. Хе-хе-хе-хе! Все! Он больше ни о чем с нами говорить не будет. Вот это его накрыло. Серьезно! Такое не каждый день увидишь. В играх обычно такое не показывают. Стой! Только с разрешения одного из гуру ты можешь зайти в храм. Ничего нового. И тут тоже ничего нового. Что это было? Это был болотник. Это был болотник, мужик. Как дела? Не забывай. Ко всем служителям спящего нужно обращаться с уважением. А я один из избранных защитников пророков. Расскажи мне об этом лагере. Ты здесь новичок. Тебе можно ходить везде. Для неверных закрыт лишь храм спящего. Поэтому лучше тебе не заходить на запретную территорию и не беспокоить наших учителей во время медитации. Со мной такого не случится. Кто здесь всем управляет? Гуру. Главные среди нас. Мы делаем то, что они нам говорят. В этом состоит наше послушание. А кто здесь гуру? Верховный гуру лагеря. Юберион. Расвещенный. Ему помогают Кор Галом. Кор Ангар. Некоторые другие. Да, такие люди нам всегда нужны. Но тебе еще нужно набраться опыта. Только усердный послушник может стать стражем. Это большая честь для последователя братства спящего. Блин, мешают нам. Вы, блин, послушники, достали реально. Болтают и болтают. Как не забывай. Так, это мы уже слышали. Болтают и болтают, не дают стража послушать. Как бабки на базаре, серьезно. Уже тогда было ясно, что дело... Хоть бы подальше отошли. Мешают разговаривать. Знаешь, об этом что-то есть. Так, здесь больше нет никого, с кем можно было бы... Как не забывай. Да, здесь больше нет никого, с кем можно было бы поговорить. Такое со мной больше нет. Да хватит болтать! Ладно. Сколько можно повторять одно и то же? Да вот именно, сколько можно повторять одно и то же. Давайте побеседуем с Йору и отдадим ему болотник, который обещали. У меня есть болотник. Возьми его. Хорошо. Наверное, ты уже заметил, что ни один из гуру не хочет с тобой разговаривать. Они заговорят с тобой только тогда, когда ты сможешь произвести на них впечатление. Я могу рассказать тебе, как это сделать. Нельзя верить всему, что слышишь. Как мне произвести впечатление на гуру? Идол Кадар обучает послушников использовать магию спящего. Если ты хочешь привлечь его внимание, используй магию. Но даже не пытайся опробовать на нем кулак ветра. Лучше нашли сон на одного из послушников или прочитай другое подобное заклинание. Идол Намиб, гуру, стоящий у ворот в лагерь, крепкий орешек. Думаю, Лестер сможет помочь тебе разговаривать его. Поговори с ним, когда его учителя не будет поблизости. С другими гуру будет легче поговорить. Просто постарайся показать себя с лучшей стороны. Спасибо за твои советы. Ну, сделка есть сделка. Где я могу найти магию спящего? Идол Кадар продает руны и свитки. Но у тебя все равно не получится их купить, если он не захочет с тобой разговаривать, верно? Может быть, тебе с этим поможет какой-нибудь другой гуру? Да. Спешка не доведет до добра. Возможно. Эх. Наверное, ты прав. Ты прав, ты прав. Что нам еще остается? Выманить Лестера и поговорить с ним? Как пройти в лабораторию? Следуй за мной. Хитрость. Вот она такая хитрость. Лестер, подожди, стой! Как мне поговорить с твоим учителем? Ты должен знать, что он хочет от тебя услышать. И что же? Будь внимательным. Когда мы в следующий раз подойдем к нему, обратись ко мне, и мы немного поговорим. Сейчас у идола Намиба очень много забот. Ведь наши послушники все еще не отвыкли молиться старым богам. Ты скажешь мне, что отрекаешься от старой веры, и отныне будешь уповать на милость спящего. Я спрошу тебя, что заставило тебя прийти к такому решению? А ты ответишь, что тебе было видение, в котором спящий призвал тебя к себе. Он не останется равнодушным. Ты сможешь с этим справиться? Смогу. Я передумал. Ты же знаешь, где меня найти. Естественно, Лестер. Нормальный парень. Мне кажется, самый нормальный вообще во всем этом болотном лагере. С ним можно договориться. Ведет себя по-человечески. Ну, еще со временем посмотрим, как он себя вести будет. Интересно, за что его сюда отправили? Лично мне кажется, что нашего... Стоп. Горем сказал мне, что ты очень помог братьям нашим. Это мудрый поступок. Именно поэтому тебя выбрали для выполнения особого задания. Горгалом постоянно экспериментирует. Горгалом постоянно экспериментирует. Ему нужен болотник. Наши сборщики трудятся, не покладая рук. Иди к ним и принеси в лабораторию Горгалома весь их дневной сбор. Он еще не разрешал с собой разговаривать. Так, а где здесь горем? Ладно, потом найдем его. Мне кажется, что нашего безымянного сюда отправили, потому что он слишком много узнал. То есть, фактически, мне кажется, это только мое предположение, что его отправили сюда за то, что он слишком много болтал. Выведал какую-то информацию. И, соответственно, чтобы он никому ее не рассказал, его отправили сюда. Я так считаю. Ах, как я рад нашей встрече! Как у тебя дела? Я отрекся от старых богов. Правда? Почему ты так решил? Мне было видение. Спящий говорил со мной. И что он сказал? Он сказал, иди в лагерь на болотах и стань одним из братьев. Тебе несказанно повезло, незнакомец. Немногие могут удостоиться такой чести. Актеры из них никакие. Спящий избрал тебя. Ты в самом деле хочешь присоединиться к нам? Да, я хочу вступить на путь, указанный спящим. Иди к Коргалому. Скажи ему, что я считаю тебя истинно верующим. Однако, идол-намиб повелся. Нет, ну зачем нам это братство вообще нужно? Почему нельзя держать? Что держать? Уж договаривай, коль начал. Что держать? Наверное, нам нужно сейчас подняться на верхний ярус. Посмотреть, с кем наверху еще можно побеседовать. Но наверху там не так много народу осталось. Раз-два и обчелся. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Уйди от меня, неверный. Я тренирую только стражей спящего. О-о-о, трепещу. Ты можешь научить меня чему-нибудь? Хочешь стать хорошим воином? Да, тебе действительно нужно найти опытного учителя. Хорошо. Но, к сожалению, я не тот, кто сможет помочь тебе. Я обучаю лишь тех, кто входит в священный круг стражей. Как мне стать одним из стражей? Для этого тебе нужно доказать веру в спящего и преданность ему, став послушником. После этого приходи ко мне, и я буду учить тебя. Ага. Корангар говорил с тобой. Что он тебе сказал? Ну, грубить не будем. Он сказал, что я должен прийти к нему, когда стану стражем. Наверное, ты ему понравился. Он почти никогда ни с кем не разговаривает. Он оказал тебе большую честь, заговорив с тобой. Со мной он в последний раз говорил два месяца назад. Какая великая честь. Мне здесь вообще это не нравится, что какие-то гуру якобы считают себя выше остальных. Нет. Поэтому мне этот лагерь вообще не нравится. Слишком много здесь задирают нос. Новый лагерь мне не нравится, потому что там нужно втереться кому-то в доверие, что-то украсть у старого лагеря. Так что старый лагерь самое оптимальное такое местечко, куда можно вступить для начала. Ну так, чисто положить начало игры. Думаю, ты не будешь против, если я зайду. Попробуй только проявить непочтение к моему господину, и я убью тебя. Что тебе нужно? Я хочу быть принятым в братство Я слышал, что ты наставляешь послушников и решаешь, кто из них будет принят У меня слишком много дел Я провожу очень важные эксперименты Поэтому не могу уделить тебе ни минуты Я соглашусь с мнением идолов Если они скажут, что ты готов носить одежду послушника То возвращайся ко мне Ноу проблем Что тебе нужно? Что за исследования ты здесь проводишь? Мои исследования так сложны, что ты в них ничего не поймешь Не отвлекай меня от работы Ох, ну да, конечно Один торговец из старого лагеря хочет получить рецепт целебного зелья Я никому не продаю свои рецепты Не думаю, что здесь что-нибудь изменится До встречи Да просветит тебя спящий Ладно, ты не продаешь, так я сама возьму Он ничего, кроме своего носа не видит Вот, собственно, и все Где же мне взять рецепт Коргалома? Даже не знаю Мне нужно достать у Коргалома рецепт его зелья Ты не сможешь этого сделать Он хранится в личном сундуке Коргалома Не думаю, что он захочет делиться с кем-то своими тайнами Даже не знаю, где взять рецепт Привет Я новенький А я Каин Ученик Коргалома Ты ведь уже слышал о нем, правда? Да, да Да Тогда ты знаешь, что он правая рука Юбериона А что делаешь ты? Я помогаю Коргалому готовить алхимические зелья Для этого используется болотник и слюна ползунов Но сейчас ему необходима именно слюна Как добывать слюну ползунов? Ползуны живут в старой шахте Недостаточно их убить Слюну добудет тот, кто знает, как это делается Если ты действительно хочешь научиться добывать слюну Тебе стоит поговорить с Горнодраком Он хорошо в этом разбирается Каждый день он ходит к старой шахте Утром ты сможешь его встретить внизу, под лабораторией Ты можешь рассказать мне что-нибудь еще о твоем учителе? Он не похож на других гуру Он отвечает всем, кто захочет с ним поговорить Но все же не стоит отвлекать его по пустякам А вот теперь возникает серьезный вопрос Где же мне взять рецепт зелья? Никто мне его не продает Где мне его достать? Ай-яй-яй Наверное придется сказать Нашему торговцу из старого лагеря Что мы не можем достать рецепт Ох уж этот Коргалом Ничего кроме своих исследований не видит Даже не заметил, как я к нему в сундук залезла Давайте прогуляемся на болото, наверное Но пока что еще не будем собирать дневной сбор болотника у сборщиков А просто прогуляемся немного, там соберем пару вещей Потому что уже вот вечер А ну надо идти На ночь глядя туда Так, прогуляемся Заодно посмотрим, где там горем находится Он же сейчас уже должен был освободиться от работы Мы ведь ему привели помощника Подменили его уже А вот и он Привет, ты как себя чувствуешь, кстати? Я тебе хоть чем-то помог? Ну, теперь ты свободен? Да Наконец-то я могу поспать Спасибо, дружище Не за что Обращайся, когда понадобится Я ничего в плату не возьму Да, уже закат Уже скоро начнет темнеть Нужно как можно быстрее осмотреть Хоть парочку островков на этих болотах Здесь, по-моему, уже и разговаривать-то не с кем Ладно, с этим мы утром разберемся Горноран? Что ты здесь сделаешь? Я сторожу лагерь Убиваю болотажеров, которые пытаются напасть на нас На твоем месте я бы и близко не подходил к этим зверюгам Они с удовольствием позавтракают тобой Но знаешь, не отвлекай меня Эта работа очень важна для лагеря Болотажеры, это, конечно, те еще твари Стоп, погоди, погоди, погоди Может, еще можешь что-нибудь сказать нам? Ну-ка, ну-ка Нет, уже ничего, уже ничего Болотажеры те еще твари Надо обходить их стороной Мы сейчас не сможем с ними справиться Вон он Красавчик Похож чем-то на какую-то Извращенную кубру Если смотреть левым глазом Прикрыв правый И повернув голову немножечко на бок То немножко похож Вот здесь, кстати, занимаются сбором болотника Послушники и там еще кто-то Мы же здесь немножечко пособираем сейчас траву Всякую разную, не только болотник Здесь он целебной травы сколько Здесь она везде разбросана А мне ведь все нужно, все пригодится Постараюсь ничего не упустить Вот болото защищать Вот просто хуже нет Потому что здесь Все вот так вот в разброс валяется И ничего не видишь Где что лежит Зачем оно там лежит Почему лежит Вот Вообще не было видно эту целебную траву издалека Постепенно перемещаемся в Resident Evil О, болотник, болотник Мы даже собираем болотник, удивительно Такс, такс, такс Здесь ничего нет Пока ни с кем из местных мы разговаривать не будем Мы просто собираем то, что здесь валяется и растет Вот только плохо видно, что где валяется Вот это, конечно, плохо Не подсвечиваются предметы Никоим образом Издалека их вообще не видно Вообще От слова совсем не видно Как они тут, бедные, собирают этот болотник Тут же ничего не видно Так, ты стой Вот как стоял, так и стой Меня не касается Что ты здесь делаешь Ладно, надо идти в старый лагерь И переночевать А то это уже не дело Уже темнеет Да, здесь нет ничего Пошли в старый лагерь Что тут по ночам бродить? Продолжение следует Спасибо всем за внимание За просмотр С вами была Миссионер Джейн Подписывайтесь Ставьте лайки Оставляйте комментарии Посетите мои творческие страницы ВКонтакте И на Ютуб Ссылки найдете под видео Или в шапке канала Еще раз спасибо всем огромное За внимание И до новых скорых встреч, друзья!